Видео, как кабан бежит в Егорске по улице Менделеева, облетело все местные паблики. Автор ролика Роман Черванёв. Видеозапись он опубликовал в городской группе рыбаков и охотников в одном из мессенджеров сразу после того, как состоялась внезапная встреча с диким зверем. Поехал я в гараж, свернул на улицу Менделеева и в свете фар увидел что-то такое, какую-то горочку тёмную. Поближе подъехал, присмотрелся, смотрю, кабанчик бегает. Я даже забыл, что у него гараж надо. Достал телефон, начал снимать. Он посмотрел, покрутился, побежал дальше, я поехал за ним, он убежал в лес. Я развернулся, вернулся уже на въезд в кооператив гаражный, вышел из машины посмотреть, он вышел из-за гаража. Он вышел, увидел меня, развернулся, ушёл обратно. Всё, больше я его не видел. Повстречался Югорчонину Парнокопытный в районе улиц Вавилова-Менделеева, вблизи лесного массива. Здесь и начинается Верхнеконтинский заказник. По словам экологов, кабаны в нашей местности не редкость. Такие выходы из леса регистрировались с 1985 года. Почему он объявился в черте города? Может быть, предположительно, его привлекали какие-то запахи от мусорных мест или каких-то. Потому что кабаны отличаются очень хорошим обонянием, чутьём. Потом, почему, может быть, они сейчас так активны, кабаны, у них сейчас идёт время гона. Судя по видео, это молодой зверь, в отличие от самок, которые ходят стадами самцы-одиночки, возможно, и этот сикач сейчас бродит в поиске женской особи. Главное, что он не опасен и к тому же в меру упитан. В этом году богатый урожай кедрача, так что кабаны в лесах не голодают. Екатерина Козлова, Михаил Зевахин, Югорск ТВ.